Друзья, здравствуйте! Hello! Ля-ля-ля-ля-ля! Я снова с вами. Моё имя Марье, фамилия Шабанова. Я врач-терапевт, кардиолог и я клинический психолог. Друзья, у меня для вас супер-ультра-классное предложение. Друзья, сейчас с окошком поздняя осень и время подумать о своём здоровье. Поэтому я предлагаю вам уникальную акцию, которая называется «Семейный доктор». Она заключается в том, что я приеду к вам домой. К вам домой, либо к вашим родителям, либо к вашим близким. И за один визит я осмотрю два человека. При этом на второго человека вы получаете стопроцентную скидку. И в целом цена моего приезда на дом в связи с этой акцией здорово понизилась. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, пишите мне в WhatsApp, либо в комментарии, либо в ВКонтакте, либо в Facebook, как вам удобно. И я расскажу, что входит в эту акцию, какие продукты вы получите, что вы получите на выходе. Я расскажу свои скиллы, свои навыки, которыми я обладаю при сборе жалоб, а нам из-за объективного осмотра. Также я обязательно проанализирую все кардиограммы, которые у вас есть, все анализы, какие-то исследования, которые вы когда-либо проходили. И самое важное, что я установлю верный диагноз, либо опровергну тот диагноз, который вам поставил кто-то. И, например, у вас есть сомнения в том, что это верный диагноз. Напоминаю, друзья, что я пользуюсь только иностранными источниками, иностранными базами доказательной медицины. Вот так. Так что, если вам интересно, пожалуйста, пишите. Сегодня я хотела бы с вами обсудить такую тему, как ошибки врача. Все мы прекрасно понимаем, и врачи, и пациенты, что есть эти ошибки. И они были, есть и всегда будут. Почему? Просто потому, что мы не роботы. Да? Мы люди. И людям свойственно ошибаться. И здесь я хочу сказать, наверное, свою основную мысль донести до вас. Что ошибаться – это абсолютно нормально. Это процесс набирания вами опыта. Да? При консультировании пациентов, при ведении пациентов, при лечении пациентов. Не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. Если вы стремитесь к чему-то, если вы практикуете, если вы общаетесь с реальными живыми пациентами, вы будете ошибаться. Значит, ошибки бывают разного рода. То есть, есть ошибки, которые мы можем исправить. Есть ошибки, которые исправить нельзя. Поэтому, какую бы ошибку вы не совершили, понять, как вы ее исправите, или понять, как можно ее исправить, можно лишь тогда, когда эта ошибка совершена. Да, то есть, но даже если, например, исправить невозможно никак, всегда есть беспроигрышный вариант, друзья. Этот вариант, он очень простой, и он совершенно беспроигрышный. Первое – признать свою ошибку. И второе – признать ее без оправданий. И когда вы это сделаете, вы увидите, насколько благодарны и насколько понимающие бывают пациенты и их родственники. Если же вы совершили ошибку и закрыли на это глаза, да, и самоустранились, это очень частый вариант, когда поступают так врачи, то вообще оправдать вас, да, в глазах, ну, вообще оправдать вас невозможно. То есть, это какое-то бегство, да, это какая-то трусость в этом есть, какой-то вообще непрофессионализм и вообще какая-то нечеловечность просто. То есть, своим детям я говорю, например, когда мы разговариваем об ошибках и как их исправлять, я привожу такой пример, мне кажется, он достаточно актуальный. Я говорю сыну, я говорю, Ваня, смотри, если ты сбил кого-то, вот ты, например, был за рулем, да, ты вел машину и кого-то сбил, у тебя есть два варианта. Первый вариант – скрыться с места преступления, а второй вариант – выйти и помочь этому человеку, да, довести его до больницы. Если ты сбил его насмерть, то позаботиться о его, там, похоронах, да, то есть участвовать в этом, быть в этом, испытывать чувство раскаяния и пытаться хоть как-то компенсировать эту ситуацию. Слава Богу, в моей практике такого не было, чтобы из-за моей ошибки кто-то умирал. И я искренне вообще желаю, чтобы у вас никогда не было таких, ну, фатальных ошибок, скажем так. Но даже если вы совершили какую-то фатальную ошибку, идеальный вариант выйти из этой ситуации – это признать свою вину и не оправдываться. Если вы поступите таким образом, то, поверьте мне, вы увидите, насколько ситуация станет сглаживаться, да, она уже перестанет быть такой страшной, острой и так далее, да, то есть появится сразу же после вот того, как вы признаете и не будете оправдываться, сразу вы увидите дальше, как бы двери для вас откроются, и вы будете видеть варианты, как помочь уже людям, ну, от этой ошибки. Значит, есть такой термин, как ятрогения. Что это значит? Это значит, что мы человеку навредили, когда мы его, ну, диагностировали, лечили и так далее, да. И ятрогения – это вред пациенту, принесенный медицинскими работниками. Вот. Немножко расскажу про свои ошибки, которые были у меня в практике. Ну, такие вот прям яркие примеры мне приходят. Я консультировала пациентку на дому, и я ей поставила не тот диагноз. То есть я поставила намного легче диагноз, чем потом оказалось, как бы, ситуация стала там усугубляться, да, и человек был госпитализирован, и в процессе госпитализации вылез диагноз онкология. И мне звонит дочь и говорит, что, вы знаете, вот у нас вот такой диагноз. Вы знаете, первые мои чувства, которые у меня были, возникли вот после её слов, это была жёсткая реакция вообще отрицания. Вот. То есть мне настолько было неприятно думать, что я ошиблась, что я была готова просто закрыть глаза и, там, придумать какую-то отговорку, типа, а это она специально мне сейчас звонит, меня, там, как бы, испугать, или, там, ну, какие-то другие у неё есть, скажем так, причины, чтобы мне позвонить. Нет, там, на самом деле, никакой онкологии не было, и был ещё, знаете, такой момент, как бы, вообще закрыть глаза, закрыться от этой ситуации, ну, и как будто бы забыть её, да, как будто и не было ничего. Вот. Это была моя первая реакция на, вот, на её слова. Потом я немножко проработала эту ситуацию внутри себя, и я ей сказала, дочери, я сказала, знаете, я была не права, я не поставила верный диагноз. Но при осмотре, помните, я говорила, что, возможно, сломано ребро, и это могло бы быть, если бы мы за это с вами зацепились вместе, то это могло бы привести к нужному диагнозу. Потом я с этими людьми не общалась, но у меня внутри был вообще очень жёсткий осадок вообще от этой ситуации. Во-первых, потому что не поставила верный диагноз, во-вторых, потому что взяла деньги за консультацию, в-третьих, ну, просто как-то вот живём в одном городе, и что обо мне будут говорить люди потом? Это как-то во мне, знаете, сидело. Ну, вот после того, как я поговорила с дочерью и признала свою вину, в том плане, что я ошиблась диагнозом, через полгода на День медработника, она одна из, вообще, ну, из тех, кого я не ожидала, она поздравила меня с этим праздником, и я ей была очень благодарна. Потом я снова созванивалась со своей пациенткой, она там прошла курс химиотерапии, ей стало намного лучше, то есть, как бы, человек, слава богу, не умер, да, моя ошибка не привела к какому-то фатальному там исходу, вот, и как-то наши отношения выровнялись. Вот. Сразу хочу сказать, например, вот, может быть, кто-то смотрит меня и думает, ну, блин, деньги взяла и не вернула. Смотрите, значит, за что я лично беру деньги? Я беру деньги за свой осмотр. Я беру деньги за свой очень тщательный осмотр. Когда я смотрю на дому человека, я смотрю буквально вообще, там, с макушки до пятого. И консультировал, консультировал очень долго, то есть, столько, сколько нужно, да, вот. Поэтому деньги, я понимала, что я их отработала, понимаете. Хотя диагноз я поставила неверный, но деньги я отработала свои. Вот, что касается, как бы, финансового вопроса. Вот такая ситуация у меня была. И была еще одна ситуация, когда я была, работала в режиме скорой, и поступила пациентка, то есть, пациентку привезли родственники. Я ее посмотрела, и у нас сразу пошел негатив. То есть, родственники были как-то изначально очень негативно настроены, и моя волна негатива также пошла на родственников. То есть, вот, была такая ситуация, что, как мне казалось, в тот момент, что родственники привезли больную только, чтобы от нее избавиться, да, чтобы перекинуть ответственность, там, на врачей, а самим, как бы, отдохнуть. Вот. И, значит, вот эти эмоции были, и я ей не назначила обследование. То есть, в рутине я закопалась, и не назначила обследование. Человек у меня провел 2 часа в отделении, не обследованный, вообще никак. И когда я это сообразила, уже прошло 2 часа, уже разгневанные родственники стояли, они меня встретили в коридоре, и я их встретила, и я понимаю, что, ну, просто ситуация капец какая. То есть, мало того, что мы там что-то поцапались в самом начале, я ей не назначила обследование, она просидела 2 часа, и что было делать мне? Я сказала, реально, мне было это трудно, я сказала, вы знаете, я виновата. Я не назначила до обследования. И когда я это говорила, то есть, стояли родственники, стояла пациентка, и родственники сразу на меня такие, да что мы тут ждали так долго, а вы... То есть, короче, волна такая от родственников пошла, и в этот момент сама пациентка сказала им, стойте и замолчите, дайте дальше говорить врачу. И я продолжила, я говорю, вы знаете, я исправлю свою ошибку, я госпитализирую вашу родственницу, и в процессе госпитализации ей, ну, вот вы как бы, вы хотели эту госпитализацию, да, вот, ну, я тогда вам ее дам, потому что я совершила ошибку, не дообследовала, не назначила обследование. Вот, конечно, эта ситуация, я подставлялась со всех сторон, то есть, с одной стороны, были родственники, с другой стороны, были коллеги в отделении, и я подставила коллег тоже, то есть, я недообследовала пациентку и сразу ее положила. Ну, в этой ситуации я подошла к заведующей отделением, и сразу ей сказала, я накосячила, вот, извините, вот так вот вышло. Вот, то есть, смотрите, в какую бы, как бы, щекотливую ситуацию вы не попадали, но если вы признаете свою вину, признаете свою ошибку и не будете оправдываться, то даже сам пациент пойдет на вашу защиту. Это важно понимать. Смотрите, ошибки совершают все, но самая стрёмная ошибка, если ты, например, не только начинающий врач, да, как бы для начинающего врача, понятно, что ты можешь ошибаться, и это нормально, и как бы все к этому снисходительно относятся. Но если ты, например, врач с большим стажем, с большим опытом работы, ты профессор, ты там заведующий кафедры, или там заведующие отделения, и вообще какая-то там медицинская шишка, и ты ошибаешься, вот здесь как бы кроется самое вот это такая неприятное, что твоя репутация вроде как начинает пошатываться. И я встречала очень-очень много раз, когда мои более, как бы, значимые коллеги уходят вообще даже вот от клиники, да, уходят из медицины, лишь бы не общаться с пациентами, чтобы не допускать этих ошибок, и уже их репутация не была бы задета. Я считаю, что это определенная трусость и определенное малодушие. Я считаю, что наоборот, если ты, например, главврач, и ты ведешь прием наравне со своими коллегами, которые там, ну, стоят, скажем так, на передовой, да, то это говорит о твоей, во-первых, сопричастности с твоим коллективом, и говорит о твоей квалификации высокой. Вот. И точно так же, даже если ты главврач, ты точно так же можешь совершить ошибку. Но если ты главврач, то вариантов исправления этой ошибки у тебя намного больше, да, чем, например, у ледового специалиста, вот. Если вы, например, работаете в какой-то другой сфере, не связанной с медициной, так же совершаете ошибку, то, поверьте мне, с вашей души вот этот груз, он быстрее упадет, когда вы признаете свою ошибку без оправданий и постараетесь ее исправить. Друзья, ну, на сегодня у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите прокомментировать мое видео, оно вам понравилось или оно вам не понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте. И, знаете, я, наверное, такой бонус сделаю, раз у меня сейчас акция такая идет, да. Смотрите, вот этот видос вы будете комментировать, и я выберу два комментария. Один комментарий я выберу тот, который будет наиболее нетривиальным, каким-то необычным. И второй комментарий я выберу рандомно, ну, просто тыкнув, как в первой встрече, скажем так. И вот этим двум людям я подарю свою консультацию абсолютно бесплатно. Я проконсультирую вас очно, да, или ваших близких, проконсультирую очно. Ну, вот так, друзья, вот так. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok